Сейчас дозвонился до своей жены, говорю, слушай, дорогая, пойдем в кино. Она мне говорит, ты что, какое кино, как так можно? Ну там кино, это же все. Я говорю, слушай, давай сходим, посмотрим, говорят новый фильм, лишний раз убедимся в том, что на нас это с тобой никак отрицательно не влияет. А может ли это вообще в принципе как-то плохо на нас влиять? Голливуд, шмолливуд, давайте разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня мы поговорим об еще одной очень интересной теме, на мой взгляд. Вы заметили, мы все-таки как-то говорили, какие-то там связанные вещи с религией, аспекты разные, на которые религия смотрит по-разному, и не только религия, а как в принципе весь мир смотрит. Сегодня мы посмотрим еще на очень интересную историю. Голливуд. Нет, вы не ослышались, именно Голливуд. Голливуд это целая, огромная, массовая штуковина. Почему я называю ее штуковиной? Потому что она многогранна. Штуковина, знаете, это что-то очень многогранное, то есть обычно, когда ты не знаешь, что как-то обозвать, ты называешь это штуковиной. Так Голливуд это именно штуковина. Голливуд создал в своем мирке, это не просто какое-то место на карте, да. Голливуд создал, можно сказать, определенную религию. Создал, создает и будет создавать. Это вещь, которая масса людей за ней следят, смотрят и мечтают туда попасть. Я думаю, что у каждого из вас, может быть, плюс-минус есть, ну, или у вас лично, может быть, есть такая мечта, но у меня даже, кстати, может быть, она присутствует, но или у знакомых, может быть, вы знаете таких, которые бы хотели все-таки оказаться в Голливуде. Ну, это реально прикольно посмотреть там, где появились фильмы, которые вы с детства смотрели там, да, или смотрите, или, в принципе, это интересно посмотреть, как снимаются кинофильмы. И давайте попробуем сейчас разобрать вот эту религию или мировоззрение Голливуд на части и посмотрим, как она действительно, можно ли обозвать ее религией, либо это лично мое мнение. Начнем с самого простого. Голливуд, помимо того, что это религия, это еще и бизнес. Не смейтесь, любая религия в определенном смысле бизнес, да. Что я имею в виду? Не дай бог, что можно зарабатывать, там, не знаю, на юдаизме, христианстве или мусульманстве. Кто-то, конечно, это делает, у кого-то это получается. Но Голливуд, на самом деле, не думаю, что он бежал за идеей именно создать какую-то религию. Он хотел заработать деньги. И он понял, что, как заработать деньги, нужно завладеть умами. Мальчики, которые с детства мечтают летать, как супермен. Девочки, которые хотят быть похожи, я не знаю, на каких-то еще, я не очень сильно в этом разбираюсь, на каких-то там супермоделей, да, либо героини из фильмов. С детства все мы хотим на это смотреть. Мы следим за этими актерами. Мы смотрим, как они развиваются. Мы переживаем, получат ли они Оскар или нет. То есть это вещь, которая реально завладевает нашим умом в какой-то определенной сфере нашей жизни. И помимо того, что мы просто хотим наблюдать за этим актером, мы еще даже иногда начинаем ходить, как они, думать, как они. Я много раз в своей жизни видел знакомых, которые, знаете, потом мыслили, как, или отвечали, знаете, как там, как Доктор Хаус или, не знаю, кто-нибудь еще, типа, секундочку такое, да, как бы. А кто-то, в принципе, может быть, даже пошел в медицинские, посмотрев Доктор Хаус. Не знаю точно, снял ли это Голливуд, но вы понимаете, что я имею в виду Голливуд, имею в виду в общей сложности всю эту киноиндустрию. Кроме того, Голливуд создает образы земного мира и заземного мира. То есть есть некий такой, знаете, идеал, идеал будущего. То есть вот так выглядит моя жизнь. Значит, у меня вот такой автомобиль, у меня такая квартира, у меня дом, значит, белый с двумя гаражами, да, и такой некий идеал. Хотя и прикол в том, что потом этот идеал становится идеальным для всех одинаковым. Ну, правда, я и думаю, что не каждый из нас хочет иметь две машины. Я, если честно, например, сдал на права только потому, что мне появилась такая необходимость. Я не люблю водить, честно говорю, я не люблю водить. Мне легче вызвать такси, да. Так можно ли теперь про меня сказать, что мой идеал – это домик с двумя гаражами? Может быть, да, потому что если у меня есть необходимость купить машину, а может быть и нет. Мне бы было проще, чтобы у меня, моим идеалом, это было зарабатывание денег, чтобы я смог вызвать вызвать себе такси. Хорошее, дорогое, да. Но Голливуд делает так, что и я думал когда-то, вау, белый заборчик, белый дом, гараж на две машины. Поэтому есть некая такое, что-то задурманность, как и в религии. Единственное, что религия немножечко по-другому работает. Давайте посмотрим, как. Религия Голливуд, она религия составная. Она состоит из, на мой взгляд, из христианской религии, из языческой религии и, собственно, самого Голливуда. Я никого сейчас не хочу оскорблять, просто, ну, как бы так мне это навеяло. Я вам поясню, что я имею в виду. Помните, я бы сказал выше, что есть актеры, да, на которых мы хотим равняться, хотим быть похожими. На кого это похоже? На богов. Ну, такие боги, знаете, да, которых мы за ними следим, как они рождаются. Помните, как история с Гераклом, да, мы знаем все про него. Мы знали, как он родился, как не хотели, чтобы он родился, как он потом развивался, кем он стал в итоге. И такое мы отслеживаем, отслеживаем. Есть режиссеры в Голливуде. Кто такие режиссеры? Режиссеры — это «бог», которого мы с вами не видим. Не знаю, это не Геракл, это какой-то Зевс, который еще не превратился, знаете, там, в корову, да, или в кого он там превращался. То есть есть такой режиссер. Мы следим за его творчеством, как он развивается, тоже получается ли у него фильм, не получается ли у него фильм. Но в итоге мы за ним, да, следим, и мы идем на эти фильмы. Если мы видим, что, значит, Куентин Тарантино снял какой-то новый фильм, мы идем на этот фильм. Мы даже не знаем, может быть, не знаем, о чем этот фильм, но мы идем, потому что его снял Куентин Тарантино. Мы хотим увидеть новое творение этого человека. И самое, что интересно, что в Голливуде, знаете, как во всех остальных религиях работает, всегда есть какой-то Моисей, Мухаммед, там, да, Иисус, некий человек, который создал эту религию, такой лидер, от которого она пошла. В Голливуде такого нет. В Голливуде есть несколько таких ребят. Либо они режиссеры, либо они актеры, либо они продюсеры, в конце концов, да, но их несколько. Они создавались и будут создавать, и уже создают такую некую религию. То есть нет такого, знаете, единого верховного божества. Есть много-много-много богов. Есть интересный другой аспект, что есть боги, которые были как древние боги. Есть, по-моему, в римской мифологии боги, которые когда-то существовали, да, и потом они перестали быть богами. То есть их кто-то сверг. То же самое и в Голливуде. Есть актеры, которых мы с вами просто обожали и наблюдали за ними. И они снимались, не знаю, 40 лет назад, 50 лет назад, но прошло потом какое-то время, они по стечению понятных обстоятельств перестали сниматься. И что получилось, мы перешли на других богов. То есть тех богов мы уже не видим, но мы помним, что они были. Мы с вами пришли на других богов, которые сегодня мы с ним видим в кинофильмах, в кинокартинах, и мы уже следим именно за ними. То есть есть что-то такое тоже похожее с древней религией. Давайте продолжим сравнивать теперь еще такую штуковину. Есть в христианстве, насколько если я не ошибаюсь, больше уделяется внимание все-таки чувствам и намерению, а не действиям. Поэтому в Голливуде это тоже можно найти. Что я имею ввиду? Знаете, бывает, вы смотрите какой-то кинофильм, там есть много героев, и один герой вот он такой прям ужасный, он всегда все плохо делает, он плохо поступает, но вдруг он должен спасти, я не знаю, страну, либо любимую девушку, да? И он ее спасает. Как смотрим на него теперь мы? Как на героя? До этого он там убивал, я не знаю, грабил, делал что угодно, а теперь он спас свою девушку, либо страну, и теперь он для нас герой, да? Из каких побуждений он ее спасал, потому что это правильно, это хорошо. То есть мы уже не смотрим на его поступки, которые были у него до этого. Дальше там, да, до этого он был не очень хорошим человеком, теперь он, да, хороший человек. Неважно кто он, убийца, не убийца, банкир, принимайте любой другой пример. Главное эмоции, главное, то есть у него, его посыл. Бывают вещи, которые, конечно, он не может пойти, то есть есть рамки, всегда эти герои тоже, они находятся в определенных рамках. Есть действия, которые они не могут совершить, ну там, типа, потому что если уж это отрицательный персонаж, ну он не может до конца стать положительным, так не бывает, так же, как и в жизни. Но есть какие-то вещи, которые, да, он может сделать и станет добрым в наших глазах. Есть такое сходство с христианством. Есть еще один интересный момент, который, собственно, объединяет все религии. В Голливуде всегда все в конце, правильно, хорошо, всегда есть счастливый конец. Он может быть не до конца счастливым, но он счастливый. Я не знаю, вы можете сами привести себе пример в данный момент, да, есть огромное количество фильмов, где, я не знаю, главный герой, он все-таки выживает, но он, не знаю, не дай бог, не про нас будет сказано, он становится инвалидом, но он живой. И вот его жена рядом с ним, его дети, но он выживает. Хотя, по идее, все шло к тому, что он должен был умереть. Также и в религии. Мы всегда ждем, что будет хороший конец. В христианстве, в иудаизме, в исламе всегда есть вот этот рай, будущий, грядущий мир, в котором будет все замечательно. Есть, кстати, религии, в которых так не работает. Есть религии, в которых наступает хороший, добрый момент в светлое время, и после него начинается крах, ужас. И такой в Голливуде тоже может быть. Это то, что я вам сказал, что хороший конец не всегда может быть до конца хорошим. Ну да, он в любом случае будет прикольнее. То есть видите, как мы уже с вами разложили. То есть есть боги, есть некоторый актер, режиссер, на которого мы с вами смотрим, поклоняемся и следим за ним. Есть такой бог, на которого мы всегда смотрим. Ну как бы бог всегда это для нас что-то хорошее. Мы на него равняемся. Есть вот эта идея с хорошим концом, значит, как и в любой другой религии, так же и в Голливуде, любом фильме, что все-всюда все хорошо в определенной степени. Ну то есть совсем плохо быть не может. Есть серединка. Что это за серединка? Правильно. Это вот развитие вот этой религии, наши поступки. То есть эти эмоции, за которые мы идем. Как, например, в христианстве, в иудаизме иногда все-таки действие прообладает над эмоциями. Мы всегда стараемся, чтобы наши действия не привели ни к какому-то отрицательным результатам, не дай бог, как мы с вами говорили на предыдущих с вами диалогах. То есть иногда мы понимаем, что если мы сейчас это сделаем, это кому-то доставит дискомфорт, либо нам, либо другим остальным, то мы это не делаем. Хотя, может быть, в глазах других это было бы правильно. Вот такая интересная штука. Давайте смотреть дальше. Есть еще одна идея. В любом кинофильме практически только, наверное, не про, хотя, может быть, тоже про супергероев, как и в религии. Есть тема, о которой мы с вами говорили до этого. Вы, наверное, часто видели, мелькало мое лицо. И слева или справа, как посмотреть, было написано слово секс, то есть половое отношение. Есть все-таки момент в любой религии, которая об этом тоже говорит. Есть религии, которые на это смотрят крайне отрицательно в определенных местах. Есть религии, которые, просто языческие религии, которые возносили, наверное, это на очень-очень высокое место, на высокий педестал. И в Голливуде это тоже есть. Но единственное, что все-таки, да, отличие от языческой религии и Голливуда в этом, в интимных отношениях, это в том, что все-таки в Голливуде это отношение высокого ранга. Интимные отношения – это высокая ранга. Вспомните даже Джеймса Бонда и всех его девушек Джеймса Бонда. Мы видели там, насколько он их любит, уважает, насколько они им восхищаются, восхваляют его. И другие фильмы. Там все-таки это такой момент, больше связанный с любовью. Это то, как на это смотрят христианство и иудаизм в частности. То есть это момент, в котором без него нельзя никак. Он присутствует, но это все-таки высокие отношения. Это интимные отношения между мужем и женой, либо между подругой и другом. Но это что-то не низкое. Это что-то красивое, хорошее, высокое. Поэтому сказать, что Голливуд именно создает вот эту идею секса, либо интима, нельзя. Он смотрит на это в общем и целом. И это хорошо, кстати, со всеми его вытекающими из этого. Что же такое все-таки Голливуд? Наверное, вы немножко удивлены, что я начал разбирать это сразу. Голливуд, религия. Все знают фразу известную, что Голливуд – это фабрика грез. Правильно. Это тоже сходство с религией. Но в чем разница? Принципиальная разница. Помните, я говорил про белый домик с двумя гаражами? Про идеальных людей, суперменов, которые летают? Идея Голливуда – вырастить человека на его фильмах как посредственность. Спокойную посредственность. У меня нет цели быть круче, чем все остальные. У меня нет цели быть богаче, чем все остальные. Даже, не знаю, волки соу-стрит. Понятно, там человек очень успешный, он их обманывает, как-то там, в кавычках, и зарабатывает. Но он не идет там в президенты. Он хочет просто быть успешным в своей стезе, в своем русле. И ему ничего не надо больше. Вот дайте мне белый дом с белым забором, и у меня все хорошо. Я не хочу быть выше, чем моя голова. У меня просто должно быть все классное. Голливуд – это религия, которая шепчет тебе, у тебя все хорошо, у тебя все спокойно, ты здоровый, семья рядом, все замечательно, расслабься, не надо париться, все нормально. Религия не так работает. Религия работает, тебе говорит так. У тебя не все хорошо. Да, ты классный, тебе все нормально, но можно лучше. Твоя семья рядом с тобой, да, но помни, что ты можешь ее потерять, и нужно быть предельно внимательным, чтобы они были счастливы с тобой. Да, у тебя есть работа, но ты помни, что это тоже не постоянство. Тебя завтра могут выкинуть. Ты должен быть хорошим, качественным работником. У тебя все хорошо, но нужно это сохранять. Это отличие Голливуда от всех остальных религий. Все религии тебе говорят одно – ты должен следить за собой. Голливуд же говорит тебе, что ты можешь сесть на диванчик, расслабиться и понимать, что вот так все, что ты сейчас достиг – это классно. Дальше особо пахать не надо. Маленькое доказательство тому, что я сейчас сказал. Вспомните того же самого Супермена. Кем он был в обычной жизни? Во-первых, они все живут, в принципе, двумя жизнями. Кем он был в обычной жизни? Репортером, в очках. Серьезно, ребят. Он не мог быть кем-то покруче. Он мог, в конце концов, открыть свое издательство. Ну, в принципе. Кто бы догадался, что он же Супермен? Никто так не догадался, что он Супермен. Он надел очки, а у Супермену такое видение было. Он смотрел и мог разрезать любой материал. Никто бы не догадался, если бы он был главой этого отдела, либо своего издательства. Бэтмена, например. Здесь немножко другое. Хотя, опять же, человек зарабатывал деньги. Он был очень богатым, разрабатывал оружие. Он его использовал по назначению. Никто тоже не догадывался, что он это есть. Но, опять же, он был богатым и все. Почему бы ему не баллотироваться в президенты? Почему бы ему не развивать экономику страны? Хотя, не знаю, может быть, он это и делал. Но, явно, наше внимание было сосредоточено не на этом, а на том, что он Бэтмен, который как бы прячется. То есть, все классно, все спокойно. У религии такого нет. Работай, работай, поши, поши. Надо что-то делать самим собой. Если сложить все вышесказанное, что получается? Получается очень интересная штуковина. Почему Голливуд, в принципе, выработал такую стратегию, что нужно вам задраманивать мозг и нам всем? Такие грезы. Потому что так легче зарабатывать деньги. Помните, с чего я начал? Когда ты уравниваешь всех, потому что плюс-минус даже у меня, когда ты говорил, помните, что у меня была такая идея с белым забором и гаражом на две машины. Плюс-минус ты находишь что-то общее у всех людей в этом мире. И ты начинаешь им входить в их мозг. И они твои. Они смотрят твои фильмы. Они слушают твою музыку, которую ты разрабатываешь. Они смотрят на этих актеров, которых ты показываешь. Все. Плюс-минус. Понятно, что есть отклонения. Но, в принципе, все. Ты их захватил. Религия, если посмотреть, не все в этом мире мусульмане, не все в этом мире христиане, не все в этом мире иудеи. Потому что кому-то подходит эта религия, кому-то не подходит эта религия. Кто-то хочет больше, кто-то хочет меньше, кто-то, в принципе, ничего не хочет. Но Голливуд же – это круто. Потому что это плюс-минус одинаковая ступень. Но при всем при этом Голливуд – это не религия революционная. Когда Голливуд появился, он не хотел ничего нового привнести. Гливуд просто берет эти нормы человеческого мышления, грезы какие-то, и начинает их как-то развивать. Вверх, вниз, вправо, влево. Но по большому счету они остаются теми же грезами, теми же мечтаниями. Мы все хотим быть успешными, мы хотим быть богатыми, чтобы у нас было хорошее имущество, хорошая машина, квартира, дом, все, что хотите. Семья, друзья, здоровье. Кто-то меньше, кто-то больше, но чтобы это было. И вот нам это показывают. Потому что, смотрите, даже, ну, обратите внимание, нет ни одного фильма, по крайней мере, я их не видел, где в Голливуде вам покажут, что ребенок плачет, вот ребенок сейчас заорал, да, и мама пошла или папа, поднялись на второй этаж, естественно, хорошего, красивого дома, поднялись и видят, что он обделался, извините за русский язык, да, он грязный, его нужно поменять. И вот вам показывают весь кадр, как мама, папа его берут, несут в ванную, моют ему попу, меняют у него памперс. Нет, вам, скорее всего, покажут, что он плачет, мама подходит, говорит, ой, ты мой сладенький, ты мой хороший, поднимает его, он улыбается ей, да, и ребенок успокаивается. Идеал. Все родители хотят, я тоже папа, мы хотим, чтобы ребенок действительно вел себя всегда именно так, чтобы мы подходили к нему, а он уже сразу улыбался и успокаивался, и все было бы замечательно. То есть вот так это работает. Никто не показывает вам, как человек долго-долго работает, потом, не знаю, идет в автосервис или автомагазин, выкупает себе автомобиль, забирает его, вам просто показывают красивый кадиллак красного цвета, да, в красивом гараже, и все, он есть у этого человека. То есть Голливуд не хочет ничего как-то ломать. Голливуд не религия революционная, просто берет и что-то с этим делает. И настоящая религия, это на самом деле, она тоже не приносит никакой революции. Христианство, иудаизм, ислам, они не хотели ничего такого прям переворачивать. Да, они перевернули умы людей, разум людей, понятно, логично, но мы просто, эти религии хотят просто улучшить самого человека. И главное, что не нужно забывать, в Голливуд все-таки, это религия, которая, да, зарабатывает на вас деньги. Когда вы смотрите фильм, вы должны понимать, что этот идеальный кадиллак, это просто идеальный кадиллак. Он как-то появился, вас в данный момент зарабатывают деньги. Вы смотрите фильм, ничего более. Но в религии, когда если вы начали соблюдать что-то в какой-то определенной сфере, да, в какой-то религии, вы чувствуете, что на вас зарабатывают, бегите от этого человека. Не бегите от религии, бегите от этого человека. Потому что религия направлена только на одно, чтобы улучшить вас, а не чтобы на вас заработали. Понятно, что можно торговать какими-то там, не знаю, святыми предметами, да, там, или будь то икона, будь то какой-то предмет иудаики, потому что, ну, как бы человек должен на что-то жить. Но если на вас зарабатывают, это не тот человек, который будет с вами говорить про религию. Я хочу вам пожелать только одного. Смотрите фильмы, смотрите качественные, хорошие фильмы, чтобы они на вас влияли только положительно. И те люди, которыми вы общаетесь в вашей религии, чтобы они тоже на вас влияли только положительно. До новых встреч!